Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Омаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный канал Telegram Омаркетса, где каждый день мы постим большое количество конкретных торговых рекомендаций. Большое спасибо за обратную связь с тем, кто, собственно, сделал, обратился к нам с рекомендациями, с пожеланиями. Мы все это, опять же, в плане контента адаптировали, друзья, потому что пытаемся добиться эффекта того, чтобы вас все устраивало. Мы, собственно, и дальше открыты к каким-то предложениям. Обязательно пользуйтесь возможностью, оставляйте комментарии и давайте фидбэк. Ну что, сегодня я очень надеялся, друзья, на то, что с самого утра, когда я записываю для вас брифинг, у меня будет возможность оценить объективно итоги экстренного заседания американского регулятора и вам уже их озвучить, опять же, с точки зрения того, как это должно впоследствии повлиять на динамику доллара. Но этих итогов пока что нет. Информация разрознена. Я думаю, что не будем торопиться искать и выдергивать из разных источников что-то там по чуть-чуть. Давайте все-таки дождемся информации из одного источника, непосредственно потенциально, может быть даже от Бумберга. И надеюсь, что завтра эта информация будет. Но в любом случае сейчас мы видим то, что индекс доллара, американская валюта, на которую мы смотрели как на кандидата на рост, отрабатывает этот сценарий. Индекс доллара дорожает. 96.20 текущей котировки это только лишь начало, потому что у доллара сейчас как никогда достаточно условий для восстановления. И сам факт того, что ФРС ранее анонсировал необходимость проведения экстренного заседания доказывает, ну с одной стороны, что демонстрирует явную беспомощность и некомпетентность американского регулятора, которые ждали столько времени, чтобы анонсировать какие-то изменения монетарной политики, наивно полагая, что инфляция как проблема уйдет сама собой. Но сейчас они признают, что очень сильно ошибались. Но опять же, может быть это даже неплохо, что они признали эту проблему, значит они на пути к исправлению. А для нас, как для трейдеров и спекулянтов, исправление американского регулятора это по сути проведение более жесткой монетарной политики. Это то, что нам и нужно, потому что при жесткой монетарной политике у доллара будет только одна дорога вверх. Даже если по факту, опять же, заседание ФРС, мы не услышим сейчас на текущем этапе о росте процентных ставок. Это точно будет прописанная дорожная карта того, как ставки будут меняться в будущем. Мы в любом случае, друзья, март уже не за горами, соответственно и мартовское заседание американского регулятора. Там ставку точно поднимут, потому что нас к этому уже готовили. Да и собственно последние цифры по инфляции не дают возможности американскому регулятору ждать еще целый месяц, чтобы принимать такие решения после. Нужно действовать уже сейчас. У меня есть два чиновника американского регулятора, голосующие члены, которые, в принципе, поддерживают вот эту уверенность того, что политику нужно ужесточать. Ранее мы говорили о Булгарде, который является главой ФРБ Сент-Люиса. Ну, ранее это комментарий четверга, когда он, в принципе, выступал за повышение ставки на 1% пункт. Но вчера он дал снова интервью CNBC и отметил, что ставку-то нужно повысить на 1%. Но ранее его не правильно поняли. На 1% ее нужно повышать уже к июлю. А до конца года она легко может достичь 1,5% или даже 1,75%. Вот, пожалуйста, пища для размышлений, повод подумать. Напоминаю, что Булгард очень актеритетный член американского регулятора и к его позиции точно прислушивается. Другой голосующий член Эстер Джонс, который является главой тоже регионального отделения ФРС, соответственно, ФРБ Канзас-Сити, она говорит о необходимости того, что нужно уже сейчас сокращать баланс. То есть идет дальше, чем те, кто настраивает нас на повышение процентной ставки, потому что, на мой взгляд, сокращение баланса – это более крутой шаг от Федрезерва по ожесточению политики. И, соответственно, когда это решение будет фактически принято непосредственно единогласно или большинством голосов, не буду точно сейчас говорить о том, какой формат голосования является определяющим для такого рода решений. Но в любом случае, когда будет решение по сокращению баланса, друзья, вот доллар окажется на космических уровнях. Но боюсь, что если вы будете принимать решение о покупке тогда, вы просто не успеете заработать достаточно профита. Нужно думать о долгосрочных длинных позициях уже на текущем этапе. Поэтому индекс доллара у нас всегда будет идти особняком. Вот отдельная торговая идея. Не важно, как вы относитесь к риску, не важно, как вы относитесь непосредственно к американской валюте. Индекс доллара – это непосредственно инструмент, который дает возможность торговать курсом американской монетарной политики. Поэтому я рекомендую, как и раньше, длинные позиции. Доллар иена – 115.31. В моменте, соответственно, если бы не повышенный спрос на японскую иену из-за всем известных событий в Восточной Европе, я думаю, то, что пара доллар-иен уже точно котировалась бы в районе 117 или даже выше. Но, опять же, здравомыслие, в частности, с моей стороны, позволяет рассчитывать на то, что какого-то военного конфликта в любом случае не будет. Поэтому мы сосредоточимся через какое-то время на курсе монетарных политик, на разнице процентных ставок, на разнице подхода к монетарному режиму Банка Японии и, соответственно, Федеральной резервной системы. И будем активно расти в рамках данного дуэта финансовых активов. Много инвестбанков ранее уже прогнозировали, рост до 118 и выше. Эти цели все еще актуальны. Золото. Прекрасная сделка вышла. Покупки. Сейчас котировки 1877. По сути, мы уже сделали нашу цель. Но нужно быть агрессивными, амбициозными. Особенно тогда, когда новостной фон располагает к сохранению длинных позиций. И когда об этом также говорит индекс страничных настроений Кайман. Еще одно доказательство в рамках вчерашнего трейдинга и торговой активности, что Кайман, друзья, работает. Сейчас большинство золота снова шортит. Золото растет. Следующая цель – 1900 долларов за тройскую унцию. Смотрим на интересы страны институционалов. Ажиотажный спрос на золотые ETF. Мне очень импонирует фонд SPDR Gold Shares ETF. Один из крупнейших. И только в пятницу, друзья, пока что за понедельник еще информации нет. В этот фонд было влито дополнительно 205 миллионов долларов. И за последний месяц-полтора этот фонд получил больше миллиарда двухсот. Это, на мой взгляд, явное доказательство того, что институционалы сейчас переходят в золото. Потому что такой уж новостной фонд. Европейская валюта 1.13.14. Сегодня выйдет блок статистики в 13.00 по московскому времени. Это ВВП и индекс бизнес-оптимизма АЗЮ. Если на этих данных европейская валюта не сможет упрощить свои позиции, тогда ладно, сфокусируемся на динамике именно доллара, давляющего эффекта на евро. И будем риск европейскую валюту, эталон риска валютного рынка шортить, как делают, наверное, уже многие. Фондовый рынок 4388 пунктов. Я думаю, что 4300 пунктов мы еще увидим. Эскалация напряженности в Восточной Европе – это первый фактор. Второй момент – инфляция, которая, с одной стороны, снижает прибыли корпоративного сектора, а с другой стороны, заставляет ФРС повышать процентные ставки. В любом формате, в обоих вариантах, это негативный фактор для фондового рынка. Распродажи продолжаются уже не одну торговую сессию, это еще не предел. И рынок нефти, друзья, судя по всему, мы увидим очень скоро 100 долларов за баррель. Потому что, если дело дойдет до финансово-экономических санкций в адрес российской экономики, то очень сильно пострадает глобальное предложение. Потому что не стоит забывать, что Россия – это экспорт почти 5 миллионов баррелей нефти в сутки. Примерно 12-15% общей мировой торговли нефтью. Если говорить про нефтепродукты, Россия экспортирует примерно 2,5 миллиона баррелей. Это около 10% международного мирового рынка. И ранее мы касались уже проблемы недостаточного предложения на фоне растущего спроса. Если еще из глобальных поставок выпадет один из ключевых игроков, конечно же, рынок нефти ждет шок. И этот шок будет связан с предложением. Поэтому напоминаю вам про ранее казавшиеся абсолютно нереальными цели и прогнозы некоторых банков, например, JP Morgan, которые ждали и ждут по-прежнему, что к середине этого года бренд может оказаться в районе 150 долларов за баррель. Я на такие уровни пока не рассчитываю, но 100, вероятно, мы увидим. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей вам торговой сессии. Всем пока!